С этой стороны два холодильника стояло, и загорелся мотору маленькую, поменьше этого холодильника, и все началось заранее. Все пошло, все выгорело. Черное окно без стекол еще с улицы заявляет о случившейся беде. Утром Ирина Васильевна уехала на работу, ее внучка пошла в школу, а дочь Татьяна по делам. Дома осталась только старая бабушка и любимец семьи кот. В два часа внучка пришла из школы, все было нормально. В три часа она отсюда ушла, поехала на курс по английскому языку. И вот где-то в районе с трех до пяти бабушка учуяла запах, пришла на кухню. Увидела, что в холодильнике сзади какие-то искры. Она, конечно, стала звать на помощь, быстро выбежала. Тут прям как-то все это молниеносно получилось. Вот за два часа квартира вот превратилась в рухлить. Ирина Васильевна застала свою пожилую маму в подъезде босиком. Женщина почти два часа металась с этажа на этаж, пытаясь достучаться хоть до кого-нибудь из соседей. Просила о помощи. Никто не открыл. Уже когда тут все горело, вроде как соседи с пятого этажа, вот они маме позвонили, сказали, что мы горим. А так вот никто помощи не оказал из подъезда. В конце концов Ирине Васильевне позвонили соседи, которые рассказали, что квартира горит. К тому моменту уже приехали сотрудники МЧС, которых вызвал кто-то из жителей дома. О пожаре на пульт дежурного сообщили без 25 вечера и уже через полчаса пожар был ликвидирован. Пришлось эвакуировать 10 человек. Причина пожара устанавливается. На пожар выезжали и принимали участие в тушении. 15 человек личного состава государственной противопожарной службы и 5 пожарных автомобилей. 81-летняя бабушка осталась жива. У нее диагностировали отравление продуктами горения. Но обошлось без господализации. И сейчас она у родственников. Спасти кота не удалось. Был кот британский. И, то есть, задохнулся. Видно, прятался. Вот у мамы в комнате. И погиб, да. Животная погибла. Чак? Конечно, это... Давно? Да, до слез. Ну, два года было котом. Квартира выгорела полностью. Жить в ней сейчас невозможно. Пока женщины выбрасывают все, что осталось от их привычного уклада. И второй день им помогают спасатели ГОЧС. Спасибо сотрудникам службы спасения. Вчера откликнули сразу же ГОЧС. Сотрудники не оставили в беде. И друзья тоже все помогают. Родственники. Всем огромная благодарность. Поучаствовать в судьбе женщин может любой желающий. Чтобы вернуться в квартиру, им сейчас необходимо вставить окна и сделать хотя бы косметический ремонт. Марина Комиссарова, Игорь Глотов. Телекомпания «Город».